Раньше на этом месте во дворе дома номер 179А по улице Пластунская находился продуктовый магазин. Два года назад по иску администрации решением суда собственника обязались снести самовольный объект. Но из-за своего халатного отношения предприниматель демонтировал не все конструкции. Бетонное основание занимало 23,5 квадратных метров муниципальной земли, а торчащая из него арматура представляла опасность для местной детворы. В итоге вопрос сочисткой территории решают сочинские единороссы и районная администрация. Здесь проживает достаточно много семей с детишками, которым необходимо играться. Соответственно, было принято решение по обустройству оборудования детской площадки и готовности детям безопасно играться на этой территории. Демонтированы будут и парковочные ограничители, которые установлены на детской площадке. Таким образом, ее размеры составят порядка 150 квадратных метров. Необходимые конструкции для активного досуга детворы уже устанавливаются. Завершатся все работы на следующей неделе. Раньше было здесь, ну там были раньше письки, а потом здесь эти камни тут валялись раньше, потом разобрали. По многочисленным просьбам жителей близлежащих домов старые качели и турники с площадки в сквере на Цветном бульваре убрали. Теперь здесь обновленная игровая зона. Появились современные горки, веревочные и прочие аттракционы, отвечающие всем госстандартам и требованиям безопасности. Сейчас остались только на этой площадке работы, которые покрытие именно мягкое, безопасное для детей. В этом микрорайоне еще будут оборудованы три площадки. У нас получается площадка на Чайковского 2, на Чайковского 25 дроп 1 и Цветной бульвар 10. На оборудование четырех площадок потребовалось около трех миллионов рублей. Работы будут завершены к 10 сентября. Новые площадки, безопасное покрытие и спортивные турники – все это так называемые малые дела, которые в итоге приносят большую пользу для сочинцев.